Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, а также гости моего канала. Сейчас вы присутствуете при историческом событии, я заканчиваю своего карпа. Я его могла закончить еще вчера, но так как вчера уже вечером, мне было всего достаточно вот этой одной ниточки, чтобы его закончить. Но тут уже наступил вечер, приехала молодежь на выходные, пришел муж с работы. Я решила это оставить до сегодня, чтобы очень хотелось мне это сделать вместе с вами. И чем мы с вами сейчас и занимаемся. Вот я вставила последнюю ниточку, мне осталось буквально несколько крестиков последнего цвета. Конечно, прощу прощения, куснапы у меня просто на коленях лежат, они будут шататься. Но так долго я к этому шла, и честно говоря, мне можно было его закончить, этот уголок, в несколько часов. Но я это растянула на несколько дней, потому что за два года так я свыклась с ним, так я к нему привыкла, что мне прям жалко-жалко с ним прощаться. Так прям мне какая-то такая грусть, что я его заканчиваю, что я его больше не буду вышивать. Не знаю, я прям такая, знаете, не знаю, радость, печальная такая радость, радость, что заканчивается, но в то же время какая-то грусть и печаль. И сейчас я с вами сделаю вместе последние эти крестики. Вместе с вами мы снимем его с куснапов, посмотрим, что в результате получилось. Ну, в общем, всё-всё мы с вами вместе проделаем. Вместе постираем, вместе положим его сушить, ну и потом вместе прогладим через какое-то время. Всё в этом видео вы увидите. Ну, оформлять я его буду в ближайшее время. Но чуть-чуть попозже, как только появится у меня возможность. И временная, ну и финансовая, конечно. Немножко неудобный ракурс, потому что вот это место, оно такое неудобное. Сейчас вот это тут кону, вот тут уберу уголок. Неудобно это место. Мне даже неудобно было вышивать в самом вот этом уголочке. Видите, тут всё мешает. Вот, я поэтому сначала его начала, потому что тут очень было неудобно крепить ниточку. И поэтому вот этот кусочек, который с вами я хотела сразу изначально дошить, последние крестики с вами, мои дорогие зрители, я специально его оставила немножко подальше от угла, чтобы вы это видели. Иначе вот в этом уголочке вам бы ничего не было видно. И камеру поставить невозможно так вот. Ну, если только сверху, чтобы снимать. Вот так что... Вот он, вот он, финиш приближается. Прям совсем-совсем. Буквально пошёл обратный отсчёт. Мы, наверное, сейчас с вами это и сделаем. Я прям волнуюсь. Очень волнуюсь. Мне даже не верится, что я его заканчиваю. Так, ну вот вам, наверное, не видно. Вот так вот я сделаю. Осталось 4 крестика. 4 крестика. Вот он, раз, крестик. Представляете, аж руки трясутся. От такого знаменательного события. Вот 2 крестик. С вами считаю обратный отсчёт. Так, вкусно посчитается. Это 3 крестик. Сейчас все дома. Всех распихала по своим комнатам. Говорю, дайте пока день светло я сниму. Последние эти. Все разбежались по комнатам. Сидят как мышки. И последний. Вот он, крестик. Барабанная дробь. Та-та-та-там. Все. Весь уголок зашит. Карп закончен. Сейчас я закреплю ниточку на обратной стороне. У меня тут изнанка, ого-го, ещё. Видите, и протяжки, и всё, мешанина. Ну, что делать? И сейчас мы будем снимать карпа моего скуснапа. Скуснапа вместе с вами. Ну, вот он он, мой карп. Убираю я магнит. Остаток схемы. Биндеры снимаем. Остаток схемы. Оп. Я вот салфеточки подкладывала, чтобы крепче держалась. Так натяжка лучше, и действительно держит лучше. Так, тут труднее. Эть. Потому что тут тут канва. Не порвать бы нитки. Не порвать бы нитки. И последняя сторона. Так, это мусор. Ну, и вот он. Целиком и полностью. Можно сейчас его увидеть, наконец-то. Целиком. Вот оно. И сейчас он пойдет купаться. Замечательно. Изнанка. Ужас ужасный. Прям какое-то месиво. Протяжки, конечно. Потому что месиво крестиков. Закреплять каждый крестик я не хотела. Ну, вот. Красавец. Все желание зашито. Идем купаться. И так. Тут, наверное, конечно, темновато в ванне. Включаем теплую водичку. Сначала я сполосну тазик. Водичку. Водичку делают чуть тепленькую, почти в комнатной температуре. Наливаем. Налила. В водичку никогда никаких порошков, мыл я не добавляю. Я добавляю, так как долго, два года вышивала, грязненько, я добавляю шампунь. В данном случае вот этот вот. Глескур у меня был. Именно шампунь, такой жидкий шелк. Вот немножко шампуньки я добавлю. У меня там его немного. То есть, уже чуть-чуть, чтобы была водичка мыльная. От этой шампуньки нет, только более шелковистей. Вот. Добавили чуть-чуть шампуньки и опускаем туда нашего карпа. Пошел, как, в свою привычную среду, в воду. Ну, теперь ему надо немножко, конечно, думаю, полежать. Потому что шоркать же я его не буду. Но чуть-чуть полежать ему надо, чтобы вся грязь отмокла. Потому что он достаточно был, ну, грязненький. Не так столько, что он наш бедный стучит. Вот. Все, карп мой замочен, полежит немножко. Ну, где-то полчасика он полежит. И потом мы к нему вернемся. Ну, прошло довольно больше времени, чем полчаса. Я думаю, что уже все отмокло. Так вот я края чуть-чуть пожульпаю. Потому что она достаточно грязная. И так рукой немножечко сами кресики. Потому что достаточно грязная она, да? За два года. Немножко надо там пожарить, где светлые были фонарки. Смотрите, вода достаточно грязная. Видите, какая она. Сейчас надо прополоскать. Вот все это мыло, шампунь. Под проточной ладой будем смывать. Фарвара, нашла кисточку? Иди. Все вот этой синей красочкой, голубой. Внизу там? Да, внизу там. Не на вестнице, только внизу волны. Вересуй. Голубой. А вот я и вмешать. Не получится голубой? Ну попробуй. Главное, чтобы грязный не получился. Будем в этих водах это полоскать. Я думаю, что, наверное, я включусь, потому что все равно шумно. И потом включусь с вами, когда уже прополоскутся. Как не жулькала, края все равно грязные. Вот видите, прям чернота на углах. И вот здесь. У меня здесь зубная щетка такая. Старая. Я ее нам даже чищу, когда надо. И сейчас я вот так вот по этим краям. Чтобы не сильно саму вышивку не жулькать, я по этим краям пройдусь мыть сама этой щеткой. Потому что вот углы достаточно грязные. Не знаю, видно вам или нет. Вот так, наверное, наверное, вдруг видно. Углы черные, прям грязные. Я, конечно, понимаю, что все это оформится, уйдет в все эти углы. Но не хотелось бы, потому что такая прям совсем грязь. Она уже тут съелась за два года. Немножко мыльцем. Немножко мыльцем. И вот так вот щеточкой. Бенок мой идет. Молодец. Все. Сейчас мы будем остальное делать аппликацию из бумаги. Иди. Пусть подсохнет немножко. На мокрое же не будем тлеить. Не будем. Ну, все. Положи, пусть подсыхает. Так, ладно. Пошел и включусь с вами. Так, все. Я его прополоскала. Ну, не скажу, чтобы отжала. Я его не выжимала. Так воду с него скатала. И теперь я его заворачиваю в полотенце. И он будет так сушиться. Я все сушу так вышивки. То есть я, вернее, даже не то, что сушится, я так промокаю их. Он полежит, промокнется со всех сторон. Сейчас даже не полежит. Ну, сейчас увидите. Вот так я его закручиваю. Полотенце. Вот такой колбаской. Так. И идем из подземелья на свет. Мы в ванне просто находимся. Выходим отсюда. Все. Наша колбаска из ванны приехала. Сейчас мы ее вот так... Это и синий секрет будет опять. И не будем показывать нас. Сейчас мы его раскатаем. Варя мне поможет. Помощница у меня есть. Давай. Вот. Он всю влагу отдал. Впитался в полотенце. Теперь он такой уже не совсем мокрый такой. Влажный. И теперь он будет в этом, вот в таком виде на полотенце сушиться. Мам, а можно пока что поможет? Варя сейчас мне поможет. Варюш, я сейчас его подниму. А ты вот так вот здесь возьмешь полотенце и туда повешаешь. Давай. Яка. Нет, вот с этой стороны. Мокрой стороной. Мы сейчас уберем. Сюда вот вовнутрь. С этой стороны более сухое полотенце. Нет, не мокрое. Ну, оно еще, ну, конечно, влажно. Давай. Вот так мы его повешаем. Не надо его тянуть дольше вниз. А может, он будет падать. Край вот этот. Подтяни. Все. Теперь он будет сохнуть. Придвину поближе. Сейчас вам покажу. Ну, вот весь он в кадр, конечно, не поместится. Он там загнулся. Он сейчас яркий, насыщенный, потому что мокрый. Когда он высохнет, он немножко, конечно, будет побледней. Манецкий, да, дочь. Ну, вот, теперь ждем. Когда он высохнет, останется только его прогладить и все. И он будет ждать в своей очереди на оформление. Конечно, я постараюсь его оформить побыстрее. Ну, вот такой красавец получился. О, даже не верится. О, даже не верится. Два года работы. Подошли практически к концу. Теперь мне осталось разобрать эту коробочку, нитки все поставить на место. Разобрать вот это все, что осталось на палетках, надо будет развешать. Варваре очень нравятся вот эти золотые. Там она высшивала денежки. Все, это можно убирать. Кустошки разобраны уже. Все, прям печально-печально с этим процессом. Покончено. И печально, и радостно одновременно. Ну, вот подсох мой карп. Он не совсем сухой. Он еще немножечко влажный. Поэтому, пока он в таком влажном состоянии, я и буду его гладить. Переворачиваю его. Гладить буду на этом же полотенце, на котором он сушился. Переворачиваю его на левую сторону. Я всегда глажу на левой стороне. Вот. И сейчас начинаю проглаживать. Естественно, на полотенце, чтобы он был на мягком. Чтобы крестики не приплюснулись. Благодаря тому, что махровое полотенце, крестики не будут приплюскиваться. И останутся такими же пухленькими. Какими они должны быть. Да, канва, конечно, за два года хорошо замаралась. До идеальности она не отстиралась. Приходится немножко натягивать. Ниточки все-таки сели. Ниточки ХБ, поэтому, конечно, они подсели при стирке. Ну, ничего страшного. Все это натянется, подтянется при оформлении в багетке. Ну, более-менее канва отстиралась. Боялась, что она там совсем останется сильно грязной. Ну, вот и все. На этом буду свое видео заканчивать. Карпик мой приобрел свой вид. Еще раз вам его переверну, покажу. Наверное, вот так вам его положу. Да, не совсем прогладился. Сейчас еще поглажу. Потому что тут очень много клейника. Толстые ниточки. Он такой влажноватый. Ну, в принципе, я думаю, это может быть и хорошо, что он такой неравномерный, а где-то выпуклый, где-то не очень. Больше объема ему придает. Вот так. Видите, канва уже тут вот сыпется, потому что долго вышивался, конечно. Ну, вот он, красавец. Все, готов. Свернется сейчас еще до конца просохнет. Он прям чуть-чуть-чуть влажноватый. До конца сейчас еще просохнет. И я его скручу все скорее в трубочку. Может быть, повешаю. Но вешать он большой, широкий. Таких плечиков не найдешь. С зажимами. Поэтому все, скорее я его сверну в трубочку. Так же, как лев у меня свернут. И он будет ждать своей очереди на оформление. Но я его буду обязательно оформлять уже в этом году. Надолго я его не оставлю. Вот, наверное, сейчас сниму камеру. Попробую вам показать поближе крестики. Ну, вот, не знаю, камера передает или нет блеск. Сейчас при искусственном освещении. Креника. Металлизированной нити. Креник вот в светлых тонах. Вот он такой зеленоватый отлив дает. Ну, я, по крайней мере, вижу через объектив камеры. Поэтому, надеюсь, и вы видите вот этот блеск. Вот эти ракушечки там. Блеск дает такую искристость воды. В самом карпе тоже и металлизированный. Вот тут вот желтая нить идет. И есть металлизированный в таких сиреневых тонах. Вот здесь вот. Ну, вот. Конечно, когда солнце на него попадает, он сверкает. Но даже при искусственном освещении он достаточно хорошо блестит. Так, сейчас еще поближе. Вот так вот крестики. Они не совсем, конечно, ровные, потому что неравномерность нити толщины. Вот здесь вот еще была нить такая металлизированная. Сиреневая, как бы. Ну, вот. Вот здесь вот она, видно ее. На этом заканчиваю свое видео. Всем пока-пока. И до встречи в моих следующих эфирах. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...